Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. И вот вопрос, так или иначе, связанный с самым главным и необходимым для каждого верующего человека отношением к таинству покаяния. Вопрос звучит следующим образом. Как мне определить, где действительное покаяние, а где самоедство? Очень важный вопрос и, конечно, очень актуальный в наше время, потому что все мы, в общем-то, так или иначе знаем, что есть люди самого разного душевного склада, есть люди более такие, скажем так, равнодушные, которые на все смотрят, как на мелочи жизни. Любые какие-то трудности, неприятности, какие-то скорби воспринимают, ну, по крайней мере, не так близко к сердцу. Любимый ответ таких людей — все это мелочи жизни, все пройдет и так далее. А есть люди чрезмерно чувствительные, которые, может быть, за какую-то мелочь, какой-то свой опрометчивый поступок, брошенное слово необдуманное, будут потом очень долго себя терзать. И вот здесь очень важно понять, конечно, в идеале помочь вам это понять, может только опытный духовник. Самому разобраться в себе бывает очень-очень сложно. Как понять, где действительно чрезмерная твоя чувствительность за какую-то мелочь, а где действительно твой поступок настолько тяжел, он настолько ранил самолюбие ближнего, его честь, его достоинство. Твой поступок настолько действительно является серьезным грехом против заповеди Божией о любви к ближним, что действительно о нем надо сокрушаться, о нем надо переживать, и к нему надо отнестись серьезно и хорошо задуматься, сделать соответствующие выводы. Если у кого есть опытный духовник, это, в общем-то, счастливые люди, как однозначно говорят нам святые отцы церкви, то опытный духовник может вам мягко, аккуратно, деликатно подсказать, обратить на это внимание. И, собственно, вот подобно опытному врачу, как опытный врач, особенно если есть лечащий врач, например, ваш лечащий врач, который так или иначе знает вашу историю болезни, ваше состояние здоровья, ведь ему легче дать вам какой-то совет, какие лекарства принимать, в каких дозах, какие не принимать, когда можно уже, так сказать, как-то изменить или какой-то образ жизни, там, питание и так далее. То же самое опытный духовник, это подобен, подобен вашему личному лечащему врачу, который уже знает более-менее вашу душу, знает ваши склонности, ваши страсти, ваше какое-то душевное расположение, и опытный духовник может человеку чрезмерно чувствительному сказать, не переживай, так сказать, не волнуйся, вот покайся, ну и старайся больше это не делать. Вот интересно было бы нам послушать, как преподобный Паисий Святогорец отвечал примерно на такой же вопрос. Геронда, разве легко глубоко осознать свою греховность, находясь в начале духовного пути? Преподобный отвечает, «Когда мы находимся в начале нашей духовной жизни, Бог по своей любви не попускает нам осознать нашу греховность, чтобы мы не согнулись под ее тяжестью». То есть, видите, в начале, как бы, такое состояние такого неофитской такой-то ревности. Человек только еще начинающий христианин, он подобен как бы молодому нежному деревцу. И поэтому Господь по своей любви не попускает сразу осознать всю твою греховность, чтобы ты не согнулся под ее тяжестью. «Некоторые любочестные и чуткие души не смогли бы перенести осознание своей греховности и терпели бы вред. Таким образом, Бог ослепляет наши глаза, и мы не видим всех наших прегрешений вместе». Ну, естественно, тут эти фразы надо понимать правильно. Как бы не дает увидеть всю твою греховность во всей ее полноте, во всем ее безобразии. «К примеру, рукав вашей одежды был испачкан в птичьем помете, и мы глядим и не будем думать, что это какие-то цветочные лепестки. Однако, когда мы уже преуспеваем в духовной жизни, Бог потихоньку попускает нам видеть наши ошибки. Одновременно с этим Он и дает нам силу для того, чтобы мы подвязались и эти ошибки исправляли». То есть, видите, наш любящий Небесный Отец, Господь, как мудро, как деликатно, с какой любовью, с какой нежностью, с какой заботой относится к душе каждого человека. Вот именно Он помогает человеку, который уже встал на путь спасения, борется по мере своих сил с грехами. Господь ему постепенно приоткрывает его духовные очи, и он начинает видеть себя все в более и более правильном свете. И начинает видеть те грехи и те страсти, которые раньше, в период своего начала духовной жизни, мог вообще не замечать. Если бы человек, находясь в начале своей духовной жизни, видел благодеяние Божие, то у него началось бы духовное кровоизлияние. Потому что, видя благодеяние Божие и осознавая свою неблагодарность за них, человек будет очень страдать. Далее старца спрашивает, «А если мое сердце подобно камню?» Бывает такое, дорогие друзья, согласитесь, у кого-то сердце настолько бывает холодным и бесчувственным, что он вроде, ну грехи, ну что, я как все, ну что, ну что я такого делаю, что вот есть люди и похуже меня, порой так думает человек. Как здесь быть? И преподобный Паисий отвечает, «Иногда Бог попускает нашим глазам не видеть наших ошибок, а нашему сердцу быть камнем, потому что в противном случае Дьявол может не звегнуть нас в отчаянии. Человек должен относиться к своей греховности с рассуждением. Покаяние, в котором присутствует душевное терзание и отчаяние, не от Бога». Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, даже подчеркиваю, вот эти слова. Покаяние, в котором присутствует душевное терзание и отчаяние, уже не от Бога. В таком покаянии накрутил своим хвостом лукавый дух. Человек должен быть внимательным, потому что Дьявол, подловив его справа на покаяние, может бросить его влево, то есть как бы в другую крайность, в печаль и отчаяние. Дьявол хочет сломать человека и душевно и телесно привести его в негодность. То есть он приносит другое сокрушение, исполненное душевной тревоги, для того, чтобы сокрушить и надломить человека. Вот смотрите, какое мудрое, глубокое на основании жизненного опыта и глубокого духовного опыта наблюдение преподобного Паисия, что иной раз человеку такому очень начинающему неопытному, Дьявол его может толкнуть в противоположную крайность. Уныние и душевная тяжесть обычно имеют свою причину в угрызениях совести, которые происходят от того, что человек излишне чувствительен. В этом случае человеку необходимо поисповедаться, чтобы быть в состоянии получить помощь от духовника. Ведь если человек излишне чувствителен, то прегрешение, которое он совершил, может быть очень маленьким, однако враг увеличивает его в его глазах. Он показывает ему его прегрешение чрезмерным, как через микроскоп, для того, чтобы неизвернуть человека в отчаянии и перевести его в негодность. И вот в качестве как бы такого вот заключительного совета преподобный Паисий отвечает. Я думаю, дорогие друзья, всем нам, если, может быть, мы и задумывались над этим, а может быть и нет, повнимательнее обратить на это внимание. «Стало быть, самоукорение не помогает в духовной борьбе?» спрашивает преподобного Паисия. Помогает самоукорение. То есть самоукорение, когда мы внутренне не на словах, не смирен на слове, не при людях говорить, «Ой, я такой грешный, я там прах и пепел» и так далее, а внутри в своей душе укорять себя за грехи. Оно помогает в духовной борьбе, но требуется рассуждение. К примеру, если человек говорит самому себе, «Ах, ты бестолочь такая!» и так далее. Однако укорять себя надо со смирением для того, чтобы посмеяться над дьяволом и также с мужеством, а не с чувством собственного злополучия. Нам необходимо самоукорение, но не отчаяние. Вот, дорогие мои друзья, собственно, очень важный и мудрый совет преподобного Паисия в особенности тем людям, которые чрезмерно чувствительны, что надо сокрушаться в своих грехах, но помнить, что Господь милостив, и Он кающегося прощает грешника, чтобы покаяние было спасительным, а не приводило в отчаяние, уныние и печаль. Да поможет нам всем Господь, дорогие друзья! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!